Десятки тем, в которых необходимо разбираться уже на уровне правительства и десятки человек, нуждающихся в срочной адресной помощи. На личный прием 1 декабря пришла Лариса Царапкина, мать ребенка, который не может самостоятельно выходить на улицу. В подъезде необходимо установить пандус. За решение, казалось бы, простейшего вопроса боролись не один год. Я обратилась по поводу пандуса. В нашем доме не было пандуса. Обращалась в управляющую компанию. Не решались вопросы в течение 2-3 лет. Пришлось обратиться в высшую инстанцию. Сказали, что вопрос практически решен. До нового года, до 25 декабря, 29 сказали поставить нам пандус. Кроме того, ребенка Ларисы уже третий год отказываются принять 89-ю школу. Руководство отказывает, ссылаясь на его здоровье. Однако мальчик может обучаться в обычном образовательном учреждении. Как и все остальные школьники, нуждаются в общении со сверстниками. Звонок министру образования по этому вопросу сделали. Обещают, что проблема будет решена. А вот в истории со вторым заявителем медлить нельзя. Не минуты. Это тот самый случай, когда время – деньги. Примерно год назад выяснилось, что у меня ребенок онкология. И нужно дорогостоящее лечение в испанской клинике. Потому что в России нам не могут помочь. Мы сюда пришли обратиться за помощью, чтобы нам помогли финансово собрать на достающую сумму. Их сыну Кириллу, которому в феврале исполнится всего 4 года, диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому. Помощь на лечение необходима от государства. За это время семья Антона и Елены смогла собрать при помощи родственников и друзей, неравнодушных жителей и благотворительных акций около 14 миллионов рублей. Необходимо еще 5. На начале следующей недели будет 2,5 миллиона. 2 от нас мы там перейдем, да, прям буквально. На следующей неделе что-то, так сказать, ушло. И ели вот 500. Поскольку финансовый год заканчивается, до конца декабря семья получит 2,5 миллиона. И такую же сумму уже в начале следующего месяца, как только начнут работать банки. Отметим, что миллион из пяти необходимых согласилась внести одна из ульяновских организаций. Всех, кто за этот год помогал нуждающимся, в том числе животным, наградили благодарственными письмами губернатора. Пяти семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, вручили сертификаты на покупку тренажеров для реабилитации. Анжела Забаштагина, Ди Бухтаяров, репортер 73.